Хвала Аллаху Хвала Аллаху Если человек не осознает ценность ее времени, то останется ни с чем в судный день. Имам Аль-Бухари передал слова с подвижника Али Сегодня действие, а завтра отчет. Сегодня это жизнь на этом свете, когда нужно действовать, выполнять повеление Аллаха и стараться максимально использовать это время для получения вознаграждения в вечной жизни. А завтра это судный день, в котором нас ждет отчет за то, как мы прожили эту жизнь. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, говорил, что в судный день человек будет отвечать за четыре вещи его жизнь, его тело, его знания, его имущество. То есть он будет спрошен за то, как провел свою жизнь, как использовал свое тело, получил ли он необходимые религиозные знания и поступал ли он в соответствии с ними, а также, как он приобрел свое имущество и на что его расходовал. Все эти вопросы связаны с тем, как он провел свое время. Всевышний Аллах сказал, О, уверовавшие, будьте боговоязнены, выполняйте все повеления Аллаха и удерживайте себя от греха. И пусть каждый из вас задумается о том, что он приготовил себе для жизни на том свете. Наряду со временем ценным даром для нас являются здоровье и молодость, которые люди тоже не ценят. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, говорил, Успей извлечь пользу из пяти вещей, пока на смену им не пришли другие пять. Используй молодость, пока не наступила старость. Используй здоровье, пока не пришла болезнь. Используй свободное время, пока не стал занят. Используй богатство, пока не настала нужда. Используй свою жизнь, пока тебя не настигла смерть. Молодость – это прекрасное время, когда мы можем полноценно трудиться на благо будущей жизни. Хорошая память в молодые годы позволяет углубить свои знания по религии, достигнуть высот в изучении самых важных наук в жизни. Молодость и много сил и энергии, которые дают возможность больше делать добрых дел, искренне ради Всевышнего, надеясь на вознаграждение вечной жизни. Но это время для большинства людей проходит настолько быстро и незаметно, что мало кто успевает оценить и использовать его наилучшим образом. В юные годы людям кажется, что еще все впереди в молодости. Они говорят «успеем», а с возрастом начинают осознавать, как много времени потеряли впустую и уже его не вернуть. Вместе с молодостью человека покидает и силы, и здоровье, которые позволяли сделать гораздо больше для своего благополучия вечной жизни. Здоровье – это такое незаметное благо, которое начинают ценить только тогда, когда его теряют. Болезнь сковывает человека, делает его стремления и желания неосуществимыми. А свободное время, которое многие люди используют исключительно для отдыха и развлечения, таит в себе опасность. Если его не заполнить благими деяниями, то оно займет тебя злом. Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, сказал «Из всего, что даровал нам Аллах Всемогущий, есть две вещи, которые многие люди не ценят и не обращают должного внимания. Это здоровье и свободное время». Также Хасан-Уль-Басри говорил «Я встречал людей, которые относились к своему времени еще более внимательно и ответственно, чем вы цените свои динары и дирхамы». Подвижник пророка Абдулла ибн Масуд говорил «Я не сожалел бы так сильно ни о чем другом, как о дне, солнце которого зашло, сократив отведенное мне время, и за этот день у меня не стало больше благих деяний». И также сказано «Сколько бы ты ни жил, все равно умрешь. Кого бы ты ни любил, все равно настанет тот день, и ты покинешь его. И что бы ты ни делал, будешь отвечать за это». Ислам учит нас понимать значимость и цену времени. Наша религия призывает нас, чтобы мы не расходовали его понапрасну, и тем более, чтобы не проводили время, совершая грехи. Уважаемые братья и сестры, подписывайтесь на наши интернет-ресурсы.